Муж Алии только что узнал, что у него ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Эта неожиданная новость повергла в шок их обоих. Алия также узнала свой статус – отрицательный. Ее муж начинает лечение ВИЧ, то есть антиретровирусную терапию, чтобы бороться с болезнью. Но в первые месяцы лечения есть риск, что он может передать жене вирус ВИЧ. Но Алия не позволит, чтобы их отношения разрушились. Она решила принимать доконтактную профилактику – ДКП, простой и эффективный альтернативный метод профилактики ВИЧ. Ежедневный прием ДКП снизит риск передачи ВИЧ до 99%. И Алия с мужем могут спокойно жить семейной жизнью. ДКП – это эффективный дополнительный метод профилактики ВИЧ для людей, у которых нет ВИЧ, но подвержены высокому риску контакта с ВИЧ. Для начала приема ДКП нужно узнать свой ВИЧ-статус. Люди, которые подвержены высокому риску контакта с ВИЧ – это в основном те, у которых партнер ВИЧ-положительный или ВИЧ-статус партнера неизвестен, а также те, у кого есть несколько половых партнеров. Люди, употребляющие инъекционные наркотики и использующие общие иглы-шприцы и другой инструментарий. Или люди, у ВИЧ-положительного партнера которых лечение от ВИЧ-инфекции еще недостаточно эффективно, чтобы исключить риск передачи половому партнеру. Таким образом, партнеры разделяют ответственность в профилактике ВИЧ. Доконтактную профилактику может принимать любой человек, независимо от его пола или сексуальной ориентации. ДКП блокирует развитие и размножение вируса в организме. ДКП также позволяет женщинам с ВИЧ-положительным партнером зачать и родить здорового ребенка. Чтобы доконтактная профилактика ВИЧ была эффективна, ее необходимо принимать каждый день. Спросите своего врача АДКП, если вы считаете, что она вам может понадобиться. Сохраните свое здоровье и здоровье любимых. Доконтактная профилактика ВИЧ предоставляется во всех центрах СПИДа. РЦСПИД, областные ЦПБС и городской ЦПБС города Бишкек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова